Совет Старейшин будет давать рекомендации главам Северокавказских республик. Александр Хлопонин предлагает создать структуру, в которую войдут мудрые и авторитетные люди. Полпредпрезидент России на Северном Кавказе считает, что это позволит наладить обратную связь народа. Каждый субъект федерального округа в Совете будет представлять два человека. С некоторыми кандидатами в члены новой организации полпред встретился в Есентуках. Подробнее об инициативе Хлопонина мы поговорим с экспертом по вопросам Кавказа Мамукой Аришидзе. Патану Мамукой, добрый вечер, спасибо, что пришли. Скажите, на ваш взгляд, что заставило именно сейчас задуматься над восстановлением Совета Старейшин на Северном Кавказе? Скорее всего, этот шаг был определен тем, что другие институты не работают. То есть власти ищут лихорадочные, делают какие-то шаги, чтобы исправить положение на Кавказе. И вот решение как раз в этом ключе. А на ваш взгляд, это все-таки более формальный орган, пиар-акция, очередная Хлопонина, или это действующий орган будет, который как бы будет глазом народа? Я не думаю, что это будет глазом народа, потому что, во-первых, подбор сам количества людей, которые задействованы в этой организации, дает мне право говорить таким образом. Вот давайте возьмем, кстати, каким образом этих людей собирали и выбирали, скажем так. Если вот Дагестан, там живут огромное количество разных национальностей. Вот эти люди, которые, скажем, представляют Дагестан, они представляют аварцев, аргенцев или других. Вот, да, там огромное количество национальностей. Вот, видите. Так что, такая ситуация, скажем, и в других республиках. Мы должны точно знать. Вот и в Чечне, скажем, там тейпов несколько. Там, когда собирается сарешин Чечны, они представляют всех своих тейпов, фамилии и так далее и тому подобное. А вот тут просто такое впечатление, что этих людей, наверное, уважаемых людей, и само по себе на Северном Кавказе это очень уважаемый институт и очень многое значит. Но вот в этом случае, как раз, я думаю, что их собрали просто каким-то непонятным образом. И не думаю, что это будет работать. Понятно. Мы как раз заговорили о составе Совета Старейшин. Известно, что Ставробольский край будет представлять архиепископ Феофан, то есть священнослужитель. Почему, на ваш взгляд, именно вот русских, то есть аналитики задумались, русских будет представлять священнослужители? Так, с чем связаны? Среди русского населения Феофан очень авторитет. Исходя из этого, наверное, он и представлен в этот Совет Старейшин. И по возрасту, конечно, он тоже подходит к этому. Дело в том, что Феофан, которого я лично очень уважаю, и другие люди все равно не смогут решить ту проблему, которая ставит перед Северным Кавказом, так как только создание этого органа, уважаемого, повторюсь, не решит проблему. Понятно. Спасибо вам огромное. Напомним, мы беседовали с экспертом по вопросам Кавказа Мамукой Аришидзе. Продолжение следует...